Больше интересных видео со мной ты можешь посмотреть на моём канале по Майнкрафту и на моём канале по КРМП. Ола, амигос, на связи Матвей. Насколько вы должны знать, то в нашем паблике ВКонтакте есть специальная группа поддержки по Fortnite Mobile. И перед тем, как помочь тому или иному человеку, мы всегда интересуемся, какой же у него Android девайс. Так вот, в последнее время я стал замечать, что практически у каждого четвёртого человека, который пишет нам в ЛС, оказывается телефон под названием Poco X3 Pro. И мне вдруг стало интересно, что же это за телефон и почему он настолько популярен. Почитав немного информации в интернете, я понял, что это самый лучший игровой телефон на базе Android в 2021 году. И сегодня в этом видео я сделаю на него подробный обзор. Благо, как раз таки рядом со мной живёт мой подписчик именно с этим телефоном. Поэтому я ему отписал, мы встретились и он мне предоставил этот замечательный девайс для не менее замечательного видеообзора, который вы сейчас смотрите. И поверьте мне на слово, без преувеличений, это реально самый лучший телефон, который я когда-либо встречал. При этом во всех планах, в цене, в качестве, в камере, в экране, в аккумуляторе, в производительности, в дизайне, абсолютно во всём. Я уверен, что после просмотра этого видео до конца ты 100% купишь себе этот телефон. В общем, чё я тут болтаю, давайте вы посмотрите на этот телефон и сами во всём убедитесь. Ну а перед тем, как мы начнём, хочу обратиться лично к тебе, мой дорогой зритель. Если ты впервые на моём канале и тебе интересна мобильная сфера, а именно игры, телефоны, новости, то обязательно оформляй подписку, потому что мобайл это будущее. А также вот первый и рандомный комментарий из последнего видео на канале. Кстати, чем больше комментариев ты оставишь под этим видео, тем выше твой шанс попасть в следующий ролик, поэтому спам разрешён. Надеюсь, вы меня поняли, и теперь давайте наконец-таки приступим к обзору на лучший телефон в 2021 году, Poco X3 Pro. Давайте для начала посмотрим на первую вещь, которую мы замечаем в телефоне, а именно его дизайн. Сам по себе телефон просто нереальных размеров. Диагональ его экрана составляет 6,67 дюйм, а вот он, кстати, в сравнении с моим Honor 20 View. По сопоставимости могу сказать, что Poco X3 Pro таких же габаритов, как и iPhone 13 Pro Max. Если что, то вес этого телефона составляет 215 грамм, а вес iPhone 13 Pro Max 240. Что ж, давайте посмотрим, из чего же сделали Poco X3 Pro, что он настолько тяжёлый. Стекло здесь стоит такое же, как и у всех последних айфонов, а именно Gorilla Glass 6. Это гарантия того, что этот телефон будет жить даже после десяток падений. Рамки этого телефона выполнены из хирургической стали, а вот по бокам на внешней панели вы можете заметить две алюминиевые полосы. Ну а посередине на уровне камеры также стоит стекло с названием телефона. Ну и, конечно же, блок с четырьмя камерами. Ну а на экране посередине вы можете заметить небольшой вырез под фронтальную камеру. Сам экран здесь установлен просто нереальный. Мало того, что частота его обновления составляет 120 Гц, так более того, он имеет 395 пикселей на один дюйм. К слову, на iPhone 11, который стоит более чем в два раза дороже, их всего лишь 326. Ну а теперь давайте кратко пройдёмся по внутренностям этого смартфона. Здесь установлен 860 Snapdragon на графике от Adreno 640. На данный момент по производительности он стоит на 15 месте в мире, где-то на уровне iPhone XR. Но всё же у Poco X3 Pro есть гигантское преимущество в 8 гигабайтах оперативной памяти, что обеспечивает ему крайне быструю обработку данных. Чтобы вы понимали, на iPhone 13 Pro гигабайт Азу всего лишь 6. Давайте протестим Poco X3 Pro на примере PUBG Mobile. Да, я прекрасно понимаю, что все ожидали тест в Fortnite Mobile, но, к сожалению, на телефоне установлен он не был. Да и к тому, в Fortnite Mobile на этом телефоне доступно максимум 30 фпс. Это очень стыдно, могли бы сделать хотя бы 60, но Epic Games же плевать на мобильный Fortnite. Короче, самыми крутыми настройками в PUBG Mobile на этом телефоне выдаётся 60 фпс. Ну а в игре всего лишь 40. Кстати, к моему удивлению, официальной поддержки 120 фпс в PUBG Mobile здесь почему-то нет. Ну а если настройки графики просто поставить на высокие, то, конечно же, в любой ситуации в игре у вас будет стабильный 60 фпс. Ответ для всех подписчиков – да, если скачать АБК-файл Фортнайта на 60 фпс, то на Poco X3 Pro они будут стабильны. При этом что в творке, что в лейте, что в королевской битве абсолютно везде. Но не будем забывать, что производительность этого телефона далеко не самая главная фишка. Тут я поподробнее расскажу про камеру, потому что у этого телефона есть что показать. Как я прежде говорил, но здесь есть 4 основных камеры. Из них у основного объектива 48 мегапикселей, у ширика 8 и у макро с датчиком глубины по 2 мегапикселя соответственно. Достаточно качественные фотографии можно делать при увеличении в 10х. Ну а также очень хорошее видео можно снимать при увеличении максимум в 6х. Как вы можете заметить, стабилизация у этого телефона просто великолепная. Но спешу вас порадовать, что это еще далеко не все. Ведь на Poco X3 Pro существует специальный режим ультра-стабилизации. Сейчас вы видите стабилизацию при съемке обычного видео, а сейчас во время ультра. Включается он при нажатии специальной кнопки в приложении камеры, и вы просто оцените, насколько он идеален. Снимаю видео на Poco X3 Pro, чтобы вы оценили, как хорошо он снимает. Просто зацените стабилизацию, звук, цветопередачу. Мне кажется, боже, за 20 тысяч рублей это лучший вариант вообще на рынке смартфонов. Лучше, чем iPhone, лучше, чем все, либо что. Сейчас пойду побегаю и посмотрю, что по стабилизации. Так, если что, я вот сейчас прям бегу, прям по кочкам, прям серьезно, и вы просто оцените, какая хорошая стабилизация. Ну то есть вообще, телефону вообще все равно. Смотрите, вот я бегу. Вообще офигеть просто, что по стабилизации, ребят. К слову, хочу сказать, что этот телефон может спокойно снимать видео в 4К 60 фпс. Но, к сожалению, при ультра-стабилизации ваш максимум всего лишь 30 фпс 1080 пикселей. В любом случае, это очень похвально. Ну а что там, кстати, по фронтальной камере? Несмотря на то, что тут всего лишь одна фронтальная камера, она имеет разрешение в 20 мегапикселей и снимает достаточно недурно. К моему удивлению, даже на видео в плане стабилизации фронтальная камера показывает себя очень хорошо. Украл телефон, короче, бегу, а вы пока оцените стабилизацию. Ну вроде как, я прям бегу, здесь жесткие кочки. И, блин, стабилизация все равно вот прям отлично себя показывает. Слушайте, ну здесь даже нет специального режима для стабилизации. Ну даже несмотря на это, камера все равно ведет себя достаточно спокойно, видео пишется. И вот здесь однозначно лайк. Ну а еще из положительного могу отметить режим макросъемки. Он способен даже сфотографировать ваш отпечаток пальца. Ну и под конец хочу сказать, что сканер отпечатка пальца встроен прям в кнопку включения. Что, кстати, очень удобно. Ненавижу, когда сканер ставят на задней панели. Ну и под конец самое время рассказать вам про самое главное преимущество Poco X3 Pro перед всеми остальными телефонами на рынке. И это, конечно же, цена. На данный момент Poco X3 Pro можно приобрести абсолютно в любом магазине техники. Продается он в двух вариантах памятью 128 гигабайт и 256. Но бонусом отмечу, что здесь есть слот для карты памяти до 1 терабайта. И даже так, в сравнении с айфоном он не стоит 160 тысяч рублей. В интернете цены на этот телефон скачут от 20 до 26 тысяч рублей. Можете зайти на сайт того же DNS и самим промониторить все цены. Но у меня пока что для вас это все. Надеюсь, я вам смог доказать, что Poco X3 Pro на данный момент является лучшим телефоном на всем рынке смартфонов. Как по мне, качество выигрывает цену в десятки раз. Ну а если вы являетесь владельцем этого замечательного телефона и заметили, что я что-то забыл сказать или наоборот лишнего наговорил, обязательно поправьте меня в комментариях. Ну а также поделитесь, каким телефоном на данный момент ходите именно вы и хотели бы вы его променять на Poco X3 Pro. А еще, если именно ты хочешь халявный лайк лично от меня, то обязательно в комментариях пиши слово «экран». Только так я смогу понять, что ты досмотрел это видео до конца. Ну и конечно же, все подобные комментарии я обязательно лайкну. Ну а по традиции, с вами как всегда был Матвей. Аста луэго. Субтитры сделал DimaTorzok